Всем привет! С вами Таня Птерис и в этом видео я расскажу вам о функции фоток стежка в программе Imbir, которая встроена в редактор. Прошу не путать с соцфуматом. Это совершенно разные вещи. Итак, сначала нам нужно вставить изображение, изображение открыть. Выберем сначала черно-белое изображение. Изображение можно предварительно настроить, отредактировать. Это вот настройка. Здесь можно менять яркость. Вот от самого светлого до самого темного. Можно менять контраст, делать изображение более или менее контрастным. Можно менять гамму. На черно-белом это плохо видно. Я поставлю ноль. И насыщенность. Я вот увеличу немножечко контраст и яркость так, чтобы у меня цвет фона стал полностью белым. Окей. Изображение можно при необходимости подрезать. Но здесь, в общем-то, обрезать нечего. Но покажу как. Для этого мы выделяем нужный участок. Можно вот так растягивать стрелочками. И потом выбираем, выбираем вот здесь инструмент рамка. Обрезать. Окей. Изображение можно поменять в размере. Сейчас оно 250. Я поставлю 200 по ширине. Итак, изображение преобразовать в стежки один цвет. Здесь у нас ползунок деталей больше и меньше. Чем больше деталей, тем будет больше, более качественная обработка изображения. Я ставлю больше. Ставлю галочку фильтр для уменьшения стежков. Этот фильтр позволяет несколько уменьшить количество мелких стежков. И опция создавать стежки для пустых белых областей изображения. Я пока не нажимаю. У меня будет мое изображение без фона. Окей. И программа очень быстро генерирует стежки и делает вот такой вот дизайн. Я приближусь, покажу, как это выглядит вблизи. Как вы видите, это вот такие сатиновые валики. Направление стежков строго вертикально. К сожалению, направление стежка менять нельзя, но мы можем обмануть саму программу. Изображение. Изменить зеркально. Здесь мы можем повернуть в одну в другую сторону, вверх ногами. Отразить зеркально, отразить зеркально по вертикали, по горизонтали. И можем повернуть на необходимый угол. Я выберу 45 градусов. Окей. Открывается окошко с цветом, где программа предлагает выбрать цвет для пустого поля. Я выберу белый, у меня белый фон. Нажимаю окей. Вот моя роза. И теперь изображение преобразовать стежки. И с теми же настройками я нажимаю окей. Как вы видите, у меня направление стежка все еще вертикальное. Но, но если я разверну мою розу, то вот два варианта с разным заполнением у меня получилось. Давайте удалим изображение. Вот два, два дизайна. У одного вертикальный угол наклона стежков, у другого под углом 45 градусов. Точно так же, как дизайн в один цвет, можно делать дизайн в четыре цвета. Загружаем изображение. Настроим его размер. Я сделаю 180 миллиметров по ширине. И меню изображения. Преобразовать стежки четыре цвета. То же самое окошко, то же самое стежки для пустых областей я не ставлю, так как у меня изображение на белом фоне. И настройки можно регулировать. Больше, меньше. Ну вот, чуть-чуть, чуть-чуть передвину ползунок. Окей. Программа создает вот такой дизайн. Всегда будет четыре цвета. Желтый, красный, синий, черный. Я сейчас уберу изображение. И покажу, что получается. Вот так это выглядит. Но пока не очень понятно, что с этим делать. Но, если мы сейчас поменяем синий цвет на зеленый. А желтый, допустим, на оранжевый. То уже имеем контуры нашего дизайна. То есть мы уже имеем какое-то представление о том, что это за картинка. В общем-то, наш дизайн все так же представляет из собой вот такие сатиновые валики. Каждый цвет идет под своим углом. В общем-то, это аналог того, что есть в программе PE Design. Это фото вышивка 2. Ну, наверное, это для чего-то и нужно. С вами была Таня Птерис. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Буду рада ответить. Если приложите интересные темы для роликов, я их обязательно запишу. Все. Пока-пока.